Сегодня в Анапе стало на 8 полноправных граждан России больше. Ребята, которые вступили в пару своей гражданской зрелости, в торжественной обстановке получили свой первый и самый важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта необходимо хранить бережно, аккуратно и относиться к нему как к документу, который будет у вас присутствовать с вами на протяжении всей вашей жизни. Также сегодня были отмечены участники проекта «Готов к труду и обороне». Четыре анапчанина получили золотые значки ГТО. Этот день Конституции стал знаковым и для воспитанников военно-спортивных клубов «Микс Аир» и «Наутилус». Они получили международные удостоверения пловцов-подводников от Всемирной конфедерации подводной деятельности. Усилиями этих ребят было обследовано около 8 тысяч квадратных метров на Черного море. Более 100 килограмм мусора подводники подняли с глубины и утилизировали. Константин Шанин сегодня в числе награжденных. На одном из погружений он обнаружил геологический разлом на дне Черного моря. Эта важная информация была передана сейсмологам. Было погружение самое обычное. Мы залезли в воду и как-то так получилось. Наткнулись на него и все. Возможно, он произошел при землетрясении, которое часто происходит у нас на Черном море. Возможно, поможет каким-то сооружениям. Даже тем же Крымскому мосту. С сегодняшнего дня у этих ребят начинается новый этап жизни. Руководители организации по работе с молодежью отмечают, что современная молодежь стала более организованной и ответственной. Они с большим желанием участвуют в различных мероприятиях патриотической направленности. На сегодняшний день идет такой новый всплеск. Особенно в связи с последними событиями, которые прошли у нас в 2014 году, возрастает патриотизм у нынешней молодежи. Граждане, юноши хотят служить в армии. То есть участие в этих мероприятиях по военно-прикладным видам соревнованиям – это просто фурор в нынешний момент. Это ребята приходят, где-то нам нужно было готовить для участия в соревнованиях, а сейчас они уже приходят подготовленные. Они показывают высокие результаты, которые, конечно, мы оцениваем и возим их на различного рода мероприятия, краевые. Декабрь – это месяц подведения итогов, а уже в январе начинается подготовка и реализация новых проектов. Согреем сердца ветеранов, вахта памяти и масштабная акция по следам войны. И, конечно, во всех проектах самое активное участие примет молодежь. Руслан Душевский, Анапа. Регион.